Дебаты открытого общества Дебаты открытого общества В команде оппозиции сегодня студенты Академии Государственного управления при президенте Кыргызской Республики Ильяс Нурмамбетов и Султанбек Анарбеков Уважаемые телезрители, а я напоминаю вам, что именно вы решаете итоги сегодняшнего дебатного раунда Если вы считаете, что победила команда правительства в составе Кыргызской государственной медицинской академии Отправьте короткое сообщение с кодом 03 на номер 3535 Если вы считаете, что победила команда оппозиции Академии Государственного управления при президенте Кыргызской Республики Отправьте короткое сообщение с кодом 06 на номер 3535 Уважаемые телезрители, для того, чтобы вам было легче разобраться в тонкостях дебатов Мы пригласили в нашу телестудию судей-экспертов нашей телепередачи Постоянный судья нашей телепередачи Руководитель Бишкекского дебатного центра Бексултан Рустамов Международный чемпион по дебатам Айбек Патиев Руководитель экологической организации Greenland Биктур Осконалиев А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали наш временной рекламент Будет таймкипер нашей передачи Озукеева Нагима Ежедневно мы видим, как отечественные компании загрязняют окружающую среду В то время, как иностранные компании предлагают нам экологически чистое производство Что выбрать? Об этом дебатируют сегодня наши спикеры А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашайте премьер-министр Ваше время 4 минуты, вопросы на первой и последней минуте запрещены между приветствуются Здравствуйте, уважаемые дамы и господа Я рад вас приветствовать И в сегодняшней игре мне удостужилась честь играть на такую тему Как наша палата отдаст приоритет иностранным экологически чистым компаниям Нежели местным, которые загрязняют окружающую среду Эта тема на данный момент, на момент начала 21 века является очень актуальной Потому что число развитых стран Европы, Америки, Азии Они переходят именно на экологически чистую тенденцию И наши страны, в виде стран СНГ, Центральной Азии, необходимо улавливать именно тот же шаг В сегодняшней нашей теме, нашей ценности мы покажем вам, почему это необходимо Нашей основной идеей выступает именно защита окружающей среды И баланс, который должен соблюдаться между человеком и флорой и фауной К примеру, 40% всех смертей по всему миру ежегодно происходит именно из-за загрязнения окружающей среды То, что люди умирают от голода, от определенных болезней От определенных нехваток, достаток витаминов и так далее Это первоисточником является как раз-таки загрязнение окружающей среды Например, 6 миллионов детей ежегодно умирают от голода И в большей степени это дети, которые проживают на территории Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Азии К примеру, тому служит то, что в 20 века большая часть определенных компаний Она не соблюдала экологическую норму Из-за чего, скажем, почва данных территорий не способна выращивать определенную еду и так далее Пищевой отрасли И получается так, что происходит нехватка пищевой продукции на территории Африки, Южной Азии и так далее Мы хотим показать вам целостность данной структуры Мы понимаем, что в ходе нашего спора будут являться такие факторы Что местные некоторые отечественные компании также являются экологически чистыми Мы не спорим сегодня об этом Мы спорим о том, что есть два объекта Это местная отечественная компания, которая не соблюдает экологическую чистую экологию И иностранная компания По сравнению с этими компаниями мы должны отдавать приоритет именно этим Почему? Первым нашим аргументом является то, что иностранная компания При ведении своего бизнеса будет соблюдать технологию экологической чистоты То есть у них есть определенные технологии, которые не позволяют определенным отходам Утилизироваться именно в этих местах Те же самые, например, компании, которые, если ставить пример Например, на территории России есть компания LADA Которые ежегодно выбрасывают в атмосферу большое количество вредных веществ Или же та же самая компания Bentley Которая входит в топ-десятку компаний Которые по своим приоритетам являются экологически чистыми Есть разница Потому что вред от производства Он наносится к конкретным именно этим путем Или же, например, British American Tobacco, который на территории СНГ тоже производит сигареты И по сравнению с нашими они не загрязняют окружающую среду В связи с этим можно сделать вывод, что иностранные чистые компании При ведении бизнеса будут соблюдать данную норму Второй наш аргумент Это то, что опыт развитых стран Вспомним Европу, вспомним Америку, вспомним Китай Который на данный момент вбухивает огромное количество денег На восстановление экологической среды То же самое Китай за промежуток второй половины XX века Практически уничтожила свою окружающую среду Сейчас за одну пятилетку они тратят больше 600 миллиардов долларов За восстановление определенного региона Это показывает то, что наши страны в будущем Если они не будут соблюдать экологические нормы сейчас В будущем мы понесем колоссальные минусы От данных действий, которые сейчас есть на нашей среде И последним нашим аргументом является тот момент Что это будет мотивация для местных компаний Мотивация именно в виде конкуренции То, что нынешние местные компании, отечественные компании Они уступают лишь в одном То, что они не соблюдают экологический порядок И для того, чтобы им конкурировать И основным приоритетом, когда у нас является соблюдение Благодарю Соблюдение экологического порядка Экологической чистоты Будет их мотивировать для того, чтобы они переходили Уже к экологически чистым технологиям При ведении своего бизнеса Благодарю вас, на этом заканчиваю речь Я готов к перечесным вопросам Здравствуйте Здравствуйте Так, первый, скажите мне, пожалуйста Важно ли присутствие отечественного производителя на рынке? Почему оно важно? Как сказать Присутствие отечественного производителя важно в том плане То, что, например, просто это местные люди То есть это наши люди, наши граждане Которые ведут, например, бизнес в определенной регионе и так далее Да, скажите Умрет ли отечественное производство, если государство не будет его поддерживать? Не обязательно То, что у нас, например, на территории Кыргызской республики Наше государство не поддержит отечественное производство Но она живет Скажите, пожалуйста, куда уходит вся выручка, которую получает иностранная компания? Если вы говорите о том, что прибыль от определенного ведения бизнеса будет уходить, например, за пределы территории Кыргызской республики То я вас могу уверять, что даже отечественные бизнесмены не хранят денежные составляющие, свои выгоды на территории Кыргызской республики Они отправляют это заграничные, например, банки и так далее То есть мы здесь можем увидеть тот факт, что в любом случае при поддержке отечественного производства или же иностранного Деньги в нашей стране не будут оставаться Спасибо большое за вопрос Уважаемые телезрители! Отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org Запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org Изменились и условия голосования Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org За команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде ru.adbate.org Ваш портал в мир дебатов А для произведения своей конструктивной речи приглашайте лидера позиции Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Илья Астер Мамбетов. Я представляю команду оппозиции Сегодняшняя резолюция звучит, как эта палата отдаст приоритет иностранным экологическим компаниям, чем отечественным загрязняющим окрающую среду Главный вопрос здесь состоит в том, будем ли мы, как бы, в основном приоритет одавлять Будут ли у нас на рынке в основном доминировать иностранные компании или все-таки отечественные Кейс команды правительства состоит в том, о важности экологии Но мы тоже за экологию, мы тоже хотим достичь экологии, но мы говорим о том, что сейчас мы не можем достичь этой экологии Итак, перед нами стоят следующие вопросы. Это надо ли нам брать курс на экологическое производство? Да, надо Какими методами нам надо прийти к экологичности производства? Как воспитать экологическую культуру в гражданах и каким компаниям отдавать приоритет? Итак, мы считаем то, что в погоне за экологичностью мы можем потерять свою экономику и попасть под влияние И наши просто компании местные разорятся, и мы просто потеряем свою экономику И наша экономика будет уже не нашей, а экономикой иностранцев Мы считаем то, что к экологичности производства можно прийти только через постепенное Ужесточение законодательства. Нельзя. Ни одна страна не приходила к этому сразу Постепенно, постепенно, ужесточая экономику, ужесточая законы, западные страны приходили к этому Итак, наши оппоненты говорят о том, что 6 миллионов детей страдает от голода и так далее Но то, что люди голодают, это как раз таки вопрос не экологии, это вопрос экономики Почему? Вот смотрите, есть, например, Сибирь, где ничего не растет, как и говорит Борубек в некоторых странах Но с помощью экономики мы можем туда поставлять все фрукты, свежие овощи, можем поставить туда еду То есть здесь вопрос экономики гораздо важнее В том, что люди голодают, это не есть вопрос от того, что экология плохая То, что люди голодают, это вопрос экономики, и нам надо думать о экономике в первую очередь Второе, Борубек говорит о том, что нам надо защищать экологичность в нашей стране Не надо нам допускать, чтобы наши компании были экологически чистыми Но если у нас не создано законодательство, если мы к себе пустили экологически чистые компании Но при этом у нас законодательство не создано, по каким принципам должны эти компании работать Эти компании будут мухлевать, потому что эффективный бизнес стремится как бы снизить затраты Вот эти неэкологичные продукты, они гораздо дешевле И если государству все равно, какие у него последствия идут на экономику Если государство не заботится о третьем игроке экономики, то тогда и бизнес не будет об этом заботиться Кому это тогда надо, если это ни гражданам, ни нашему государству не нужно И третье, о чем говорит Борубек, это то, что опыт развитых стран показывает то, что на Западе все стали экологичными Да, мы должны стать экологичными, но ни одна западная компания, ни одна западная страна не поддерживала иностранную компанию Они все вливали свои компании Приведите хотя бы один пример, пожалуйста, страны, которая поддерживая иностранные компании, сама поднялась Все западные компании, они вкладывают в свои компании, все западные компании стремятся усилить только свои компании и так далее. Наш первый аргумент говорит о том, что какие будут последствия от иностранного воздействия. Первое это то, что наш производитель просто умрет. Иностранные компании, они владеют очень большими мощностями и наши отечественные компании никак не смогут с ними совладать. Они не смогут с ними конкурировать, они не смогут с них брать пример тот же самый, потому что они просто умрут. они не смогут против большого гиганта, например, «Газпрома», не смогут свои нефтезаправки нам ставить. Второе – это то, что мы попадаем под зависимость. Тот же самый «Газпром» – это российская организация, и теперь Россия нам может диктовать условия. То есть, когда основная ниша нашей экономики занята иностранными компаниями, то мы как бы попадаем под полную зависимость, потому что мы в любой момент эти производители могут уйти, в любой момент они могут использовать рычаг давления на нас, и рычаг давления на наше правительство. Второй наш контраргумент звучит о важности отечественных производителей. Второй контраргумент звучит о важности отечественных производителей. И первый говорит о том, что наш капитал остается в стране. Видите ли, когда иностранные компании вывозят капитал за страну, они наносит огромный ущерб, потому что, зарабатывая в нашей стране, они эти деньги выносят куда-то в другое место. Деньги, которые заработались на этой местности, должны оставаться нам. Наши компании, они оставляют все деньги здесь, Они инвестируют нашу экономику, тем самым то, что они оставляют деньги здесь. Тем самым мы достигаем мультипликативного эффекта, когда эти деньги, которые остаются в нашей экономике, они позволяют нашу экономику еще и еще развивать все больше и больше. Наш последний аргумент звучит о том, что нужно экологическое воспитание. Это альтернатива, экологическое воспитание. Надо из пеленок воспитывать граждан. Какое это государство, если в котором стоят экологически чистые компании, но при этом граждане мусорят, которые граждане не заботятся, которые граждане, которые вообще как бы наплевательски относятся к экологической ситуации в своей стране. То есть это будет просто какой-то абсурд. Поэтому мы должны с пеленок, во-первых, начать с детского сада, с начальной школы, воспитывать наше население, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение, следующее поколение, они заботились об экологии. И это проходило не постепенно, а не как быстро. Ну, то есть через быстрые проблемы мы никогда не достигнем хороших результатов. Спасибо большое. Я готов к прекрасным допросам. Здравствуйте, уважаемые лидеры оппозиции. Здравствуйте. У меня пару вопросов. Первый вопрос. Учитываете ли вы тот факт, что отечественное производство также может являться экологически чистым? Да. Спасибо. Второй вопрос. Не стремится к этому. Хорошо, благодарю. Второй вопрос. Вы не думаете, что когда западные более развитые страны развивались, у них не было возможности, например, предоставлять услуги экологически чистым компаниям иностранным, потому что на тот момент не было экологически чистых компаний. Я не понял вопрос. Ну, вот примерно возьмем 20-й век, когда, например, происходит бум развития Европы именно в плане индустрии. Да. И на тот момент не было возможности, например, предложить определенную альтернативу в виде иностранных экологических чистых компаний. Тогда не было возможности. А сейчас есть? Сейчас есть. Благодарю. Все на этом. Все. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вот просто на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Сегодня мы будем говорить о том, почему правительство должно поддерживать иностранные компании, которые соблюдают нормы охраны окружающей среды. И почему это так важно. Мы как правительство сегодня говорим о том, что мы готовы поддерживать и отечественные, и иностранные компании, но доминирующим фактором является то, насколько они заботятся об экологии и окружающей среде. Позвольте мне объяснить, о чем говорил наш лидер оппозиции. Он говорил о том, что нужно постепенно усиление законодательства. Позвольте мне сказать о таком явлении, как, допустим, экологическая ответственность. У каждой компании есть такое понятие, как экологическая ответственность. И есть несколько критериев этой ответственности. Это может быть соблюдение норм законодательства. Это может быть реконструкция тех, допустим, природных объектов, которые они разрушили в процессе своей деятельности. Это может быть образование своих сотрудников и так далее. И, следовательно, мы хотим сказать, что ни одна компания не может выполнять эти факты. Все эти критерии, они выполняют их постепенно. И поэтому мы судим, кто находится в топ-десятке экологически чистых компаний. И, следовательно, таким образом мы не отрицаем, что законодательство нужно постепенно усилять. Но мы не должны просто говорить о нашем состоянии экономики и не обращать внимания на экологию вообще. Таким образом, конечно, шаг за шагом мы должны следить за экологией. И об этом как раз-таки мой уважаемый коллега, он говорил о примере Китая. За последние 50 лет, получается, в Китае компании абсолютно не обращали внимания на окружающую среду. И таким образом у нас возникли города-призраки, в которых никто из китайцев не хочет селиться. Абсолютно 8 пустынных городов, в которых никто не живет. Допустим, та же самая река Хуанхэ, которая является настолько загрязненной, на ее берегах существует деревня Рака, в которой абсолютно каждый гражданин, каждый житель болеет раком. И так далее. О чем нам еще говорят? О том, что почему люди голодают, возникла такая точка. Мы со своей стороны говорим, что разрушение окружающей среды ведет к опустыниванию земель. И эти земли не являются более плодородными. На них нельзя ничего сажать, на них нельзя ничего выращивать. Понимаете? И легче мы сейчас займемся профилактическими мерами и предотвратим опустынивание, чем мы превратим всю землю в пустыню и будем возить туда продукты из одного острова. Правильно? Далее. Говорили о том, что нет законодательства, которое позволяло бы следить за этим. Но законодательство – это дело постепенное, то же самое. К тому же существуют международные нормы, существует программа ООН по окружающей среде, существует, допустим, стокгольмский договор, согласно нормам которого мы можем отслеживать о том, контролировать, насколько экологически чиста компания или нет. К тому же, каждая компания, которая инвестирует или строит свои заводы в стране, она обязательно заключает контракт с государством. И в этом контракте как раз-таки обговариваются все вышесказанные пункты. Нам говорили о том, что ни одна западная страна не поддерживает иностранные компании. Не поддерживала. Но это правильно, потому что Запад, он и есть, он в 20-х годах и так далее, он был настолько, разве что ни одна иностранная компания там и не могла быть. Отечественные, о чем нам говорят? О том, что мы попадем под зависимость этих компаний. Что мы можем сказать? Экономика, которая зависит от иностранных компаний, для нее не важно, это отечественные компании или зарубежные компании. Есть транснациональные корпорации, действительно, да, в которых в некоторых странах государство действительно зависит от них. Это не важно, понимаете, когда компания достигает такого высокого уровня, да, настолько становится мощной, что она способна влиять на государство, уже не важно, значит, она зарубежная или она отечественная. Транснациональные корпорации есть во многих странах мира, и они действительно влияют. Это вопрос о том, насколько государство влияет на экономику и насколько это рыночный сектор, рыночная экономика. Я надеюсь, мой уважаемый коллега продолжит мои речи. Спасибо большое за внимание. Для произнесения своей конструктивной речи приглашаются члены позиций. Уже время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствующими. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня, как вы уже сказали, наша задача была доказать, почему отечественные компании лучше, чем, пусть они даже в определенной степени загрязняют экологию, они все-таки лучше, чем иностранные экологически чистые компании. Почему? Как мы уже сказали, самое первое преимущество, которое есть в отечественных компаниях, это то, что капитал, который зарабатывает эта компания, деньги, которые зарабатывает эта компания, они не уходят из нашей страны. Они остаются в нашей же стране, у наших же людей, в карманах наших же граждан, наших же сотрудников. Именно поэтому нам надо отдавать предпочтение своим отечественным компаниям, потому что они как раз-таки участвуют, играют большую роль в благосостоянии нашего народа, нашего населения. Если наши компании будут развиваться, наши отечественные компании будут развиваться, то и благосостояние нашего населения тоже будет повышаться. Если мы дадим предпочтение иностранным компаниям, то, так как иностранные компании являются резидентом другой компании, то весь капитал, который они зарабатывают в нашей стране, утекает в другую страну, гражданам этой другой страны. И мы, получается, кормим граждан другой страны за счет нас, за счет граждан своей страны. Именно поэтому отечественный производитель лучше. Следующее. Почему? Как вы знаете, в Кыргызстане, когда каждый раз происходит определенная революция, определенная нестабильность, многие страны, многие иностранные производители, они просто сворачивают свою деятельность в нашей стране и уходят в соседние страны, в Китай, в Казахстан и так далее. И получается, что мы теряем основополагающую часть нашей экономики. Многие предприятия, компании, которые составляли основу, составляли костяк нашей экономики, они просто уходят в другую страну. И таким образом наша экономика теряет свой костяк, теряет свой каркас, разваливает, и не на чем больше держаться. А если бы мы отдадим предпочтение нашим отечественным производителям, то это будет наш производитель, который в случае революции и других деструктивных моментов останутся в нашей стране, останутся тем же скелетом, тем же каркасом нашей экономики. Именно поэтому отечественная компания намного лучше, чем иностранная компания. Именно поэтому мы должны отдавать приоритет иностранной компании. Также, почему иностранная компания? И если мы отдаем предпочтение, приоритет иностранным компаниям, то мы фактически перекрываем путь для развития отечественным компаниям. Почему? Во-первых, если вы знаете, когда Samsung пришел в другие страны, организовал свое производство в другой стране, то он пришел и зарегистрировал очень много патентов, что резко закрыло путь для развития для отечественных, потому что они не смогли вовремя зарегистрировать. Они подошли к этим патентам позже, не смогли зарегистрировать. И, следовательно, они не смогли воспользоваться. А если они не могут воспользоваться инновациями, то, естественно, развиваться они не могут. И доращивать до уровня не могут. Следующее. Следующее. Что мы должны сказать? Также, как вы знаете, шоковая терапия, она очень вредна для населения. Очень многие страны на постсоветском пространстве, которым путем шоковой терапии привили демократию, сейчас имеют очень большие проблемы с данным видом общественного устройства. Нашими оппонентами было сказано, что многие компании, ну и компании, скажем так, сначала рисковали своей экологией, потом ставали на экологический путь развития. Да. Почему они сначала рисковали своей экономикой? Потому что любое развитие должно происходить эволюционно. Оно не должно происходить революционно. Если скачок в развитии произойдет резкий, то произойдет определенный диссонанс в обществе, что опять же приведет к плачевным результатам. Поэтому мы предлагаем сначала, прежде чем резко приглашать иностранных экологически чистых компаний, мы предлагаем сначала развивать у себя и доращивать свои компании до уровня иностранных экологически чистых компаний. Именно когда мы доращим свои отечественные компании до уровня экологически иностранных компаний, только тогда мы можем их приглашать, и только тогда они смогут вести честную конкуренцию. Так как многие экономические гиганты, они просто задавят наших отечественных производителей путем демпинга и другого экономических махинаций. Таким образом, получается, мы лишаемся полной своей экономики и попадаем под зависимость иностранного капитала. И таким образом, с помощью своего иностранного капитала, другая страна, другая компания, трансферциональная корпорация, может манипулировать нами, нашими политиками, нашим государством в целом. Именно для того, чтобы быть независимым и не попадать под зависимость другого и не терять свой суверенитет, мы должны отдать приоритет отечественным компаниям. Спасибо большое. А теперь достало время для вопросов о свободе фурнаментариев зрителей нашей телестудии. Дорогие телезрители, я готов к вашим вопросам. Я готова к вопросам. Здравствуйте, меня зовут Назик, я ученица гимназии комплекс номер 70, и у меня вопрос в команде утверждения. Вот скажите, вы упомянули Китай, и что экология в нем сейчас очень на плохом уровне. А знаете ли вы, что именно западные компании, большинство западных компаний, так сказать, перенесли свои фабрики и заводы в Китай, и именно они разрушили его экологию? Что вы скажете на это? Я отвечу так. Нужно учитывать техническое развитие, вообще технологии, да, что происходит. Допустим, в 1945 году, да, в 1950-м у нас не было тех экологических сбережащих технологий, которые у нас есть сейчас. И это привело именно к плачевным результатам Китая. И я бы не сказала, что тогда только, допустим, это вина иностранных корпораций, понимаете, это вина корпораций в целом, которые не использовали правильные методы и не следили за экологией. Но в то же самое время это вина китайского правительства, которое допустило такую же ошибку. И поэтому мы хотим сегодня ее избежать и уже начать учитывать экологическую составляющую экономики. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, я Абита Фулан из КРСУ. Вот вы говорите, да, там надо обучаться. А вы не считаете ли, во время этого процесса обучения экология может уже погибнуть? Этот промежуток времени, за который мы будем доращивать до уровня иностранных экологических чистых компаний, очень маленький. И за это время, так как мы используем опыт и знания иностранных компаний, но не призывая к этому эти иностранные компании. И если мы знаем заранее, что нам нужно делать для достижения данного уровня, то мы быстро достигнем данного уровня, нежели если мы будем идти по обычному пути. Спасибо большое за ваш ответ. Спасибо за вопросы. Благодарю вас за вопросы. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Дамы и господа, уважаемое правительство приносит пример Китай. Китай — это мощное индустриальное государство, которое сейчас владеет одной из самых быстро растущих экономик в мире. У меня к вам вопрос. Хотите ли вы жить в стране, которая преуспевает и может влиять на весь мир? Или в какой-то бедной африканской стране, которая чисто экологически, там все очень чисто, но людям там нечего есть? Вот там абсолютно классная природа. Вот такой вопрос перед нами сегодня стоит. О чем сегодня говорит правительство? Кейс правительства сегодня построен о том, что мы должны поддерживать экологию. Так мы тоже за экологию. Но мы говорим, что этой экологии надо достигать не через иностранных компаний, а через наши отечественные. Потому что таким образом, достигая их через иностранные компании, мы теряем наш рынок, мы теряем нашу экономику. Да, когда у нас будут иностранные компании, у нас будет все красиво, у нас будет все экологично и так далее. У нас даже, наверное, налогов будет больше от этих компаний, чем от налогов наших отечественных. Но наши производители умрут, мы не сможем его восстановить. Некого будет учить, не у кого будет брать пример. Наши уважаемые оппоненты говорят об опыте западных стран. Но давайте посмотрим на западные страны. Ни одна из западных стран не поднялась тем самым, что они поднимали иностранные компании. Каждое западное государство экономически развитое, она вкладывает своих. Они достигают этих экологических изменений постепенно. Невозможно достигнуть таких изменений сразу. Давайте посмотрим, какие последствия будут от того, что мы ведем иностранные компании. Итак, первое это то, что мы попадаем в огромную зависимость. Теперь наша вся экономика, она заключается не у наших граждан, не у нашего правительства, а у иностранных компаний. Понимаете, когда, например, производитель сидит у меня в стране, я как правительство могу к ним подойти, поговорить с ними. У меня легкий доступ к ним. И все то, что происходит у меня в стране, касается напрямую их. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы моя страна, наша страна, чтобы она развивалась. Но иностранный производитель, да, он выполняет эти все нормы, но он эти нормы выполняет только потому, что таковы правила. И на самом деле нету дела. Иностранные компании вывозят весь капитал в свою страну-резидент. Но при этом все то, что они здесь оставляют, они называют затратами. Эффективный бизнес стремится сократить эти затраты. Эффективный бизнес сокращает это количество. Дальше. Мы создаем рычаг давления на нас. То есть иностранные компании, имея большой процент экономики у нас, могут на нас давить. Могут нам говорить и диктовать свои условия. Могут диктовать свои политические решения. Дальше мы говорим о том, что патенты иностранных компаний тормозят нашу экономику. Если сюда придет Microsoft и сделает очень много своих патентов, зарегистрирует у нас, то наши софтверные компании просто не смогут развиться из-за наличия этих как раз-таки патентов. Дальше мы говорим о важности отечественных компаний. Наши отечественные компании вливают в нашу экономику, оставляя весь капитал здесь. И они нас не бросят в сложный момент, когда есть сложная ситуация, они не уйдут просто так. И последнее, о чем мы говорим, это о том, что надо делать это все постепенно, законодательно. И невозможно, не имея такого четкого законодательства, невозможно заставить иностранные компании работать у нас по экологическим нормам. Это первое. И второе о том, что если граждане, им все равно на экологичность, если правительству все равно, она не делает никаких законов, если правительству все равно, то иностранные компании, работая здесь, не будет никаких от них толка, потому что наши жители, они будут так и сорить здесь. В общем, заканчивая, я хочу сказать и вам напомнить, что очень важна, конечно, экология, но при этом нельзя забывать о нашей экономике, о наших отечественных производителях. Они умрут, и наша отечественная экономика просто не сможет развиться. Спасибо большое. В процессе сегодняшней игры складывается такое чувство, что наши оппоненты немножко алочные люди на самом деле. Они думают только о сегодняшнем дне и не заботятся о том, что будет завтра. Их же дети, дети тех людей, ваши дети в будущем будут жить на этой территории. Если сейчас мы не сделаем определенные действия по защите окружающей среды, то в дальнейшем наши дети будут исправлять эту ошибку. И эта ошибка будет достаточно глобальной. Наши оппоненты приводят пример к тому, что развитые страны в прошлом не обращались к этим экологически чистым компаниям. Ответ на самом деле очень прост, потому что на тот момент не было этих экологически чистых компаний или компаний, которые используют экологически чистые технологии. Если бы они знали, в какую ситуацию они попадут через 100 лет, 50 лет, то я уверен, что бы они не прибегали к этим меркам. Потому что большая часть болезней, голода, определенных плохих происшествий происходит именно благодаря тому, что мы уничтожаем экологическую среду. Наши оппоненты выдвигают своей ценностью именно временный заработок, который они будут от этого иметь. Мы тоже заботимся об экономической составляющей, но при этом мы ставим экологическую составляющую намного выше. Наши оппоненты думают насчет того, что если сюда придут экологически чистые компании иностранные, то наше все местное производство умирет. Нет, наше местное производство появится мотивация. Мотивация бороться и стать приоритетным для своего государства. И в связи с этим они будут переходить на экологически чистые технологии. Когда они сделают это, мы будем отдавать приоритет им, потому что это местные компании. Это не говорит о том, что наши местные производители не смогут перейти. Они смогут перейти, и для них это будет мотивацией, в чем было раскрыто на нашем третьем аргументе. Наш уважаемый член оппозиции говорит о том, что если у нас будет очередная революция, наши местные бизнесмены не уйдут. Это глупость. Многие наши кыргызские бизнесмены уходили, когда здесь была революция, и они закрывали, уезжали в Россию, в Хазахстан и так далее. Жизнь человека напрямую зависит от экологии. Она не зависит напрямую экономически. Да, понятно, что кушать, употреблять определенные предметы тоже нужно. Но если не будет экологии, не будет человека. Не будет экономики, мы можем это пережить. Но именно нарушение природного баланса мы никак не переживем. Благодарю вас. Сохранить то, что у нас есть в стране, гораздо легче, чем наши потомки потом будут разгребать и восстанавливать то, что мы сейчас за пару лет можем разрушить. По сути, в экологии дело обстоит так. То, что можно разрушить за год, будет восстанавливаться в экосистеме сотнями лет, веками. То, что можно разрушить за десятилетия, будет восстанавливаться тысячелетиями. И это на самом деле очень тонкая грань, когда в нашей сфере играет три стороны. То есть в бизнесе обычно всегда две стороны. Две стороны, которые ищут свою выгоду. Но когда это затрагивает тему экологии, есть третья сторона. Это экология, которая не может за себя постоять. И если одна из сторон бизнеса не решится на то, чтобы встать на сторону экологии, то экология будет разрушаться и далее. Как я уже говорил, восстановить экосистему очень тяжело. Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых четыре дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org Ваш портал «Мир дебатов». Добрый день, благодарю вас, Батеров, за игру. Очень интересная тема. И в конце своей речи я хотел бы просто сказать пожелание, да? Своей речи я хотел бы сказать пожелание, что... Я бы хотел больше услышать примеры как раз компании из Кыргызстана. Есть понятие, да, есть две компании иностранные, к примеру, да, и есть кыргызская компания, которые в Кыргызстане могли бы работать. Но реально ли та ситуация, когда иностранная компания, она конкурирует с кыргызской компанией? В большинстве случаев у нас инвесторы, они приходят сюда, потому что у нас нет такой промышленности, не развита такая промышленность. То есть они приносят другую, из другой промышленности, из другого отраса совсем. Поэтому было бы очень интересно еще услышать про это. Я благодарю вас. Я благодарю команду за прошедшую игру. В действительности игра прошла на нормальном уровне, то есть все было, в принципе, хорошо сказано, все было объяснено, но были некоторые недочеты, тем не менее. Скажу о таких технических моментах, наверное. Все-таки, когда мы говорим о резолюции, где резолюция предполагает собой сравнение, то есть мы говорим о первостепенности и о второстепенности, то, наверное, в первой речи, в палате правительства обращения, нужно все-таки учитывать это и не говорить о том, что только мы будем заниматься экологией и все. То есть ты совершенно забыл про экономику, хотя ты имел, возможно, это видо, но тем не менее не озвучил, возможно. То есть команда оппозиции поэтому всю свою линию, всю свою речь построила на том, что вы забыли об экономике, дорогие мои. Вот такой вот посыл. Но на самом деле они не должны были строить такой посыл. Этот посыл построился потому, что ты не озвучил свои идеи до конца, возможно. То есть, возможно, ты и не имел в виду, возможно, ты и имел в виду, но это уже решать тебе. Но, тем не менее, этого не было сказано. Что касается некоторых проблем со стороны оппозиции, в основном все хорошо, в основном все было хорошо объяснено. Что касается оппозиции, то я, ребят, в принципе, доволен вашей игрой, то есть все было хорошо сказано, но, тем не менее, вы очень сильно давили на капитальную часть, то есть на деньги, на вот эти ресурсы. И совершенно забывать то, что, ну, действительно, экология такая вещь тонкая. Вот разрушит человек за один год, то действительно это будет восстанавливаться очень долго. И нужно было, наверное, добавить некоторые моменты про то, что сейчас на самом деле вот эти вот, описать, возможно, какие-нибудь экологические технологии, которые на самом деле есть и которые, возможно, можно просто купить, можно просто, там, не знаю, как мы любим делать, в кредит взять там и все остальное. То есть не обязательно пользоваться услугами, услугами именно иностранной компании, а можно, в принципе, эти же услуги реализовать через собственный товар, который мы купим. То есть можно было такие вещи говорить, и немного вы не учли это. А так, спасибо всем, спасибо большое. Вот и подошел к концу наш с вами дебатный раунд, уважаемые телезрители. Я напоминаю вам, что именно вы решаете, кто сегодня победил. Десятки тысяч студентов во всем мире еженедельно дебатируют, подбирают хорошие аргументы и стараются быть более современными и эффективными сегодня. Продолжайте дебатировать. Продолжайте. 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 Продолжайте.